В принципе, в нашей жизни есть несколько положительных вещей. И Дмитрий Анатольевич Медведев не просто так был президентом, и Владимир Владимирович не просто так был премьером. Теперь они местами поменяются, как, в принципе, у меня это было очевидно в тот момент, когда Дмитрий Анатольевич появился в правительстве. Вот такой вот у меня жизненный опыт. Мало того, есть у нас возможность делать материалы оперативно и использовать для дела. Ну, про то, что в 2010 году произошло, я вам уже сказал. То есть, если у вас какие-то проблемы с банками, то суды это только по месту вашего жительства. Мало того, если вы платили там, переплачивали в свое время, там были скрытые комиссии, и вы деньги платили за открытие счета и введение его, то все это незаконно, и, естественно, вы эти деньги можете вычесть. Что порадовало вчера? Конституционный суд принял решение, согласно которому, если у заемщика в залоге квартира, это является единственным его жильем, то эту квартиру никогда в жизни никто не сможет отобрать, за исключением ипотеки. То есть, расширяйте или ремонтируйте свое жилье за счет банка. Если какие-то проблемы, ничего потерпят. Теперь то, что касается процентов и то, что вы должны читать, и оно должно быть написано мелким шрифтом. Немножко достало, но повезло, знаете, на крытом рынке вот этот баннер 30-метровый есть. Я взял специальный калькулятор, помните, да, у нас, как говорят, инфляция 6%. Ну, естественно, банки ее должны же поддерживать, да. То есть, кредит максимум 6%, 7, 10 или сколько. Давайте почитаем. Вот. В смысле, циферки-то похожи. 0,15. На 0,15 в день. Итак, что у нас получается? В день умножаем на 10, это 10 дней, умножаем на 3, а, простите, на 4, в среднем 4, а, простите, вернул, на 3. То есть, 30 дней в среднем месяце, да, и умножаем на 12, 12 месяцев. То есть, ставочка получается 54% годовых. Господа, кредиты никогда не были дешевыми, они и сейчас не дешевы, только вот все это скрыто мелким шрифтом. Поэтому, прежде чем влазить в какую-нибудь, ну, неприятность или приятность мимоходную под названием кредит, понимаете, что там грядет еще дефолт и серия, и экспериментировать с кредитами я бы вам не рекомендовал.